В параллельной вселенной разрешено только веселиться и есть конфеты. Там никто никогда не читает и не учится. Миссис Рейлим вернулась домой после целого дня игры в снежки и похода в сауну с подругами. Три ее дочери провели веселый день дома. Она спросила их, чем они занимались. Ханна сказала, я собирала пазл. Элли сказала, я была у подруги, мы ли пили снеговика. Эва сказала, я просто лежала в постели, смотрела кино и пила горячий шоколад. Миссис Рейлим поняла, что одна из ее дочерей солгала. Кто же это был? Это была Ханна. Присмотритесь к ее пазлу, она едва начала его собирать. Вот три снеговика, стоящие во дворе у Али. Который из них фальшивый? Этот. Солнце светит и только он не тает. А теперь проверим вашу внимательность с помощью коротких загадок. Перед вами комнаты двух соседей по квартире. Джека и Джорджа. Осмотрите комнаты и скажите, у кого из них есть девушка. У Джека. Смотрите, вот их совместная фотография. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на этих двух соседок по квартире. У кого из них есть парень? Я ставлю на девушку, которая живет в этой комнате. Смотрите, у нее две чашки на столе. В полицию отправили анонимную записку, в которой сообщалось, что один из учеников не настоящий человек, а замаскированный робот. Он есть на этом фото. Кто вам кажется подозрительным? Смотрите, вокруг этого парня искры. Сможете найти робота на этой фотографии. Посмотрите на следы этого парня. Это следы от колес. Похоже, он робот. Так, а вот это уже сложнее. Кто здесь робот? Это женщина единственная, кто не потеет в жаркий летний день. А еще у нее на шее есть выключатель. Чарльз очнулся в маленькой комнате. Он не знал, что произошло, но там была дверь. Она была заперта, но на ней было три кнопки. На одной кнопке был круг, на второй ромб, на третий квадрат. А еще там была табличка с надписью 12-3-6-9. На какую кнопку он должен нажать, чтобы выбраться? Часы висят над дверью не просто так. Если провести линии, соединяющие 12-3-6-9, получится форма ромба. Значит, Чарльз должен нажать на кнопку с ромбом. Мистер Джонс живет один. И на зимние каникулы он уехал в Массачусетс, чтобы навестить родственников. Вернувшись через неделю, он заметил странную деталь в своем доме. Что случилось? Посмотрите на крышу машины. Явно шел снег. Но кто-то убрал снег у него во дворе. Странно. На Новый год Вере подарили серию ее любимых книг. Она провела неделю, читая их, и оставила по всей комнате. Теперь, когда она закончила чтение, ей нужно красиво расставить их на полке. Она не может найти книгу номер 6. Внимательно осмотрите ее комнату. Можете помочь найти книгу. Кажется, что это девятая книга, но на самом деле это шестая, только перевернутая. Во время зимних каникул опасный преступник сбежал из тюрьмы в Техасе и отправился на самолете в Нью-Йорк. Полиция Нью-Йорка арестовала трех мужчин, подходящих под описание, и спросила их, откуда они прибыли. Первый мужчина сказал, что прибыл из Лондона. Второй мужчина сказал, что прибыл из Торонто. Третий сказал, что прибыл из Флориды. Кто преступник? Это второй мужчина. Он плохо одет для человека, прилетевшего из холодной Канады зимой. Возможно, он прилетел из Техаса. Карма. Собака. Ей 13 лет. Ее хозяйке, Джессике, 40 лет. Вопрос. Сколько лет назад Джессика была ровно в 4 раза старше Кармы? Четыре года назад, когда Карме было 9 лет, а Джессике 36. В Доме Санты круглый год работают эльфы, чтобы сделать подарки для детей по всему миру. 10 эльфов делают 10 плюшевых игрушек за 10 минут. Сколько времени нужно 100 эльфам, чтобы сделать 100 игрушек? Если 10 эльфов делают 10 игрушек за 10 минут, то одному эльфу требуется 10 минут, чтобы сделать одну игрушку. Таким образом, 100 эльфам понадобится 10 минут, чтобы сделать 100 плюшевых игрушек. У женщины есть три сына. Дэвид, Отто и Нейтан. Скоро у нее родится еще один сын. Как вы думаете, как она его назовет? Трэнд Эван или Джордж? Похоже, эта женщина выбирает имена, которые начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву. Ее четвертого сына, скорее всего, будут звать Трэнд. Джейн очнулась в подемелье и не могла вспомнить, что с ней произошло. Дверь была открыта, и она вышла из комнаты в поисках выхода. Она наткнулась на большую металлическую дверь с кодовым замком. Поможете ей узнать последние три цифры? 8, 2, 9, 0, 1, 5, 7. Всего должно быть 10 цифр. До сих пор каждая из них использовалась только один раз. Так что, возможно, Джейн стоит использовать оставшиеся три цифры. 3, 4 и 6. Но в каком порядке? Есть всего шесть комбинаций. Но посмотрите, остальные цифры расположены в алфавитном порядке. Значит, и эти три должны идти по алфавиту. Итак, оставшаяся часть пароля 3, 4 и 6. У Джейсики есть два домашних питомца. Собака Майло и кот Кайро. Когда Майло было 4 года, Кайро был вдвое моложе. Теперь, когда Майло 10 лет, сколько лет коту? Когда Майло было 4 года, Кайро, который был вдвое младше его, было 2 года. Это значит, что между ними 2 года разница. Если Майло сейчас 10 лет, то Кайро 8. Давайте проверим, насколько вы внимательны. Сейчас я покажу вам несколько фотографий, а вы должны определить, что на них не так или странно. Вот первое, что вы скажете. Цвета радуги перевернуты. Вот новая картинка. Заметите ли вы, что здесь не так? Обратите внимание на календарь. Там написано «февраль» и «31-е число». В феврале бывает либо 28, либо 29 дней. Но никак не 31. Дальше будет труднее. В чем здесь ошибка? Присмотритесь к калькулятору. Как и на смартфоне, цифры сверху меньше, а снизу больше. Но у калькуляторов все наоборот. Хорошо, вот новая картинка. Есть идеи? Отражение в воде неправильное. Вот последняя картинка. Будьте внимательны. На этот раз на катке стоит машина.